В чем заключаются основные хирургические аспекты в улучшении качества жизни онкологических больных? Не секрет, что в палиативной помощи нуждается практически половина онкологических больных, которые находятся на диспансерном наблюдении. В основном при развитии опухоли развиваются какие-то хирургические осложнения. Если брать желудочно-кишечный тракт, то если это опухоль пищевода, то это стеноз, дисфагия. Больные жалуются на непроходимость по пищеводу. Если это рак желудка, то то же самое. Кровотечение может быть, перфорация опухоли, непроходимость выходного отдела желудка. Если брать колоректальный рак, то там то же самое, непроходимость, кровотечение, перфорация. Поэтому хирургические аспекты в улучшении качества жизни и в палиативной помощи этой категории пациентов очень важны. Почему? Потому что если им не оказать эту помощь, то они погибнут в ближайшие часы или сутки. А вот оказание такой помощи продлевает жизнь этим больным и улучшает их качество. Но если мы возьмем рак пищевода, и раньше мы накладывали гастростомы, июностомы, то сейчас мы от этого отказались. Сейчас в основном это стентирование, то есть постановка стенда в область сужения пищевода. И это продлевает жизнь в 2-3 раза больному. Если брать опухоли колоректальные, то то же самое. Но раньше делали привод, что такое палиативная помощь? Это оказывается больным, у которых 4 стадия рака. Или при прогрессировании ранее леченного рака. Поэтому если раньше, например, при непроходимости левой половиной ободочной кишки накладывали анастомоз или стому, то сейчас мы доказываем, что и в мире это принято, что надо удалять эту опухоль. Удалять не только опухоль, делать циторедуктивные операции. То есть удалять все видимые очаги, проявление этой опухоли. И это увеличивает продолжительность жизни, но на порядок. А качество жизни у таких пациентов так же? Ну, конечно. Вы можете себе представить, если у больного наложена стома на переднюю брюшную стенку, и каловая стома, и сделать удаление, и человек будет ходить естественным путем в туалет. Разве это качество жизни? Евгений Петрович, а насколько в России развиваются сейчас скрининговые программы для раннего выявления онкологической патологии? Ну, скрининговые программы, они давно существуют. Сейчас мы реально можем сдвинуть с места этой визуальной формы рака. Это опухоли кожи, это опухоли щитовидной железы, полости рта, нижняя губа, молочная железа, рак шейки матки и опухоли прямой кишки. Это то, что доступно. Поэтому скрининговые программы направлены именно на это. Если это брать опухоли шейки матки, то это профилактические осмотры. Профилактические осмотры с обязательным психологическим исследованием мазков из тервикального канала, из шейки матки. Вот такие программы, они значительно улучшают выявляемость. Если брать молочную железу, то здесь разные мнения. За рубежом, так сказать, развитые маммографические скрининги. Мы у себя только это внедряем. Но чтобы маммографический скрининг дал результат, надо, чтобы ежегодно осматривалось 60% женщин, подлежащих осмотру. А маммографическому скринингу подвергаются женщины старше 40 лет. Или один раз в год, или один раз в два года. Вот если это мы 60% женщин, которым показана вот эта вот маммография, будем делать, мы можем сдвинуть это с мертвой точки. И, так сказать, вот результаты лечения ракомолочной железы, а это наиболее часто встречаемая опухоль у женщин, то, вот если брать 100% увеличения продолжительной жизни этой категории больных, то 70% это как раз уходит на маммографический скрининг. И только 30% на варианты лечения. Продолжение следует...